Лихача Наиш Юпитер-5 остановили в июле сотрудники госавтоинспекции в деревне Китово Косилмовского района. У него нет прав на управление транспортного средства. К тому же на мотоцикле не было номерного знака. При общении с мотоциклистом инспекторы ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения. А именно устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, резкое покраснение кожных покровов лица. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения. По результатам которого у водителя установлено 1,66 промилль на литр выдыхаемого воздуха. На водителя мотоцикла составлен протокол об административном правонарушении. Наказания для нарушителей, севших за руль мотоциклов и мопедов, внушительные только за управление без водительского удостоверения. Законом предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если указанные выше транспортные средства не зарегистрированы в установленном порядке, водитель привлекается к ответственности в виде административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение штраф 5 тысяч рублей и лишение права от 1 до 3 месяцев. Нередки случаи, когда у владельца отсутствует полис обязательного страхования. В таком случае предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Управлять мопедом можно с 16 лет и только если есть водительские права. Однако часто родители покупают 13-14-летним подросткам скутеры, даже не задумываясь о том, что транспортные средства являются источником повышенной опасности. По правилам дорожного движения на нем максимальная скорость составляет 45 км в час. Однако конструктивно заложено несколько выше, и он может развивать 60-70 км в час, чего, конечно, делать недопустимо. Но изначально моду выпустили японцы, которые придумали, что чуть больше, чтобы, когда вы начали маневр и встречный транспорт, быстренько превысить скорость, закончить маневр, не уйти в лобовое столкновение, и опять занять свой крайний правый ряд, не более 1 метра от крайней правой полосы. По правилам, садясь за руль, нужно надеть защиту. Вы обязаны иметь шлем. Все остальное по желанию. Конечно, в первую очередь рекомендуется защищать руки и ноги, и позвоночник. То есть на руки одевают обычные перчатки, на ноги мотоботы, ну или хотя бы военные берцы, чтобы защитить голенище. И надевают, так называемые, черепашки. Это защита позвоночника, ну, бывает еще надевают наколенники, налокотники, защита живота, плеч. В госавтоинспекции, напоминая, в случае ДТП, в которых люди получают травмы или гибнут, водители мотоциклов могут понести не только административную, но и уголовную ответственность. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».